Дело о геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны продолжается. Мы ищем преступников и тех, кто пал жертвой их неуемной жестокости, кто совершил подвиг и кто подарил возможность жить нашему поколению. И делаем это не из злобы, не ради мести, а ради справедливости и памяти. Белорусы усвоили уроки прошлого. Именно про это было выступление главы государства. А еще про то, какие последствия несет отказ от истории и попытка ее поменять. Все начинается с разрушения памятников. Но чем заканчивается? Чем больше мы видим, как рушатся современные государства, как народы теряют родину, дом, традиции, тем пристальней сматываемся в историю родной земли. И мы понимаем, что по сути нет новых вызовов, нет неожиданных поворотов в истории. Есть забытые, старые уроки и угрозы. И есть защита. Многовековой опыт, который научил нас быть вместе и в счастливые, и в трудные времена. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты, политиков, все эти годы жаждущих реванша. Пользуясь случаем, хочу сказать буквально несколько слов своим соседям, а точнее народам соседних стран. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести тяжелейшим и непоправимым последствием. Беларусам чужого не надо. При этом помните, я обращаюсь к народам соседних государств. В случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать никаких красных, желтых, черных или голубых на злобу линий. Она есть, эта линия, государственная граница. И вы знаете, что у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски. День народного единства – это праздник с глубоким смыслом. Как день победы, как день независимости. Торжество 17 сентября наша страна отмечает только третий раз, но его значимость понимают в полной мере. Сегодня единство взглядов, мнений, позиций, ценностей – это мост, который позволит беларусам выжить как нации в условиях действительно нестабильного глобального мира. Этот день, который символизирует многие исторические события, в этот день объединились западные и восточные беларусы. И я считаю, он значимый и для истории нашей страны, и для каждого современного человека. Праздничная атмосфера единства в Беларуси появилась задолго до масштабного шоу в Минск-арене. Финальному аккорду предшествовала целая общественная песня, сложенная из марафонов, акций, пробегов и, конечно, уроков. Ведь наша задача, как подчеркнул президент, сохранить беларускую землю для детей. Но и дети должны понимать ценность независимости. А всё, как водится, начинается с семьи, поддерживается детскими садами и школой. Потому воспитать беларусский стойкий дух – общая задача. Наша главная задача сегодня – способствовать сплочению, единению нашего общества, единению беларусов, независимо от их религиозных предпочтений, независимо от политических убеждений. Мы должны быть все едины. И образование в этом будет играть ключевую роль. Потому что через систему дошкольного, через различные уровни школьного образования мы будем прививать нашим воспитанникам, нашим учащимся вот эти беларусские традиционные ценности. В Беларуси общество изменились во многом благодаря 2020 году. Тогда люди действительно не интересовались политикой, не пытались разобраться в её тонкостях. Во многом поэтому август трёхлетней давности случился. И на примере многих показал, что незнание – тьма, которая может погрузить общество и страну в хаос. Но прошло время. Беларусы умеют прощать тех, кто оступился. Мы готовы объединяться. Я готов объединяться с теми, кто действительно ошибся, кто действительно в порыве эмоций. Это мы переживём. Я не готов это делать с врагами. Я не готов это делать с откровенными вражинами, которые не хотят, по сути дела, до сих пор, чтобы мы жили в этой стране, а хотят, чтобы жили они, вернее, даже так. Они хотят, чтобы они жили под внешним управлением. Поэтому, да, давайте объединяться, давайте возвращайтесь. Давайте, не вопрос. Вопрос в другом. Вы готовы сказать «извините»? Миролюбие, милосердие и вместе с тем мощь. Эти три заглавные буквы сегодня олицетворяют нашу страну. Беларусь против войны. Беларусь прощает многое. Но это прощение – не слабость, как подчеркнул президент и как когда-то решили польские руководители. Тот, кто может простить обиды ради общего мира, имеет настоящую силу. Тем не менее, за свою страну мы бороться можем и будем. Вы же помните историю. Мы и тогда никому не угрожали. Но нас стерли фактически с лица земли. В последней войне мы потеряли каждого третьего. И тогда беспечность и самоуспокоенность сыграли не последнюю роль. В том, что мы чуть не потеряли Беларусь. Поэтому мы это помним. Мы учили и учим историю. И мы всегда будем готовы защитить наше Отечество и нашу землю. Обращаюсь сегодня к беларусам. Обращаюсь сегодня к беларусам. Как президент и главнокомандующий, хочу вас заверить. Мы не хотим воевать и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории не будет Беларуси. Потому что это невозможно. И если, не дай Бог, что-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека беларуса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям. Беларусь не про завоевание, не про ненависть. Она про мир и единство. Эти посылы главы государства услышали зрители Минск-арены, услышали и жители регионов, и те, кто смотрел трансляцию праздника. Обсуждать ключевые моменты речи президента продолжают и сегодня. И это тоже важно, ведь порой людям надо объяснить, донести суть. Опять же, чтобы не было повторения прошлого, далекого или относительно недавнего. Сегодня праздник у нас продолжается внутри коллектива. Собрались в актовом зале, чтобы продолжить обсуждение, посвященное этому празднику. Каждый преподнесет, что лично для него значит этот праздник. Лично для меня это праздник единения людей. Наш белорусский народ прошел множество испытаний, и все это было возможно лишь благодаря сплоченности и единству белорусского народа. История циклична, мы это знаем. Наш народ столкнулся с множеством лишений, но выжил, потому что был един. Он един и сегодня, а значит, несмотря на политические катаклизмы в мире, на безграничные аппетиты Запада в своем стремлении завершить строительство империи, мы, белорусы, мирные люди, сохраним свои независимость и суверенитет. Полина Королева, Диана Федотова, телекомпания СТВ.